Народ, всем большой привет, приветствую вас на канале VS Family Van. В общем, мы сделали это, прошло у вас уже несколько роликов, а у нас прошел один день. Мы перебрали целую кучу вариантов и в итоге нашли, мне кажется, один из лучших вариантов по всем вообще канонам, потому что Nissan нам, ну кто не знает, вдруг, во-первых, я вас приветствую из штата Флориды, город Нейплс, уже мы в Нейплс. При этом, кто не знает, мы на протяжении вот этих вот нескольких видео искали для Антона, который приехал здесь в США. Он держатель грин-карт, победитель и так далее, то есть ему повезло уже один раз точно. И, соответственно, он приехал и мы его искали машины, мы разбирали варианты Toyota, но они попросили 9 тысяч. То есть там была Toyota Corolla, стоимость ее была 24 тысячи, прайс плюс налоги и так далее в районе 26. Они попросили 9 тысяч даунпеймента, у него просто таких денег не было, соответственно, мы не смогли это предложение принять. Дальше мы поехали в салон еще Volkswagen, там они вообще сказали, что так как у него нет ни кредит-скоры, ни опыта, вообще даже не готовы ничего оформлять. В третий салон мы поехали в Nissan, там мы долго искали варианты, нам отказали в покупке новой машины, которая и без того нам не понравилась. Была очень-очень высокая цена за абсолютно пустую машину, это была Nissan, по-моему, блин, я не помню, какой там уже Nissan даже, короче, какой-то, честно, говнониссан. Он без ничего вообще пустой и ценой там в районе тридцатки, вот просто без ничего. В итоге мы, естественно, предложение, в общем, это как бы отклонили, но они сказали, что мы все равно вам не согласуем покупку новой машины, вы можете купить настолько старую машину и дали 18-го года Nissan, по-моему, Altima с пробегом 60 тысяч. И в этом пробеге 60 тысяч, короче говоря, была совершенно уставшая машина с кучей царапин и так далее. Но мы в итоге, говоря, приехали в Naples и в салон Volkswagen. О, да, сэр. О, окей, give me a second, yeah, I'm shooting video about this car. О, окей, thank you. Ребята, я вам быстренько сейчас покажу эту машину просто вот так вот внешне, а потом уже запишу обзор. Значит, мы приехали в Volkswagen Naples и нашли вот такую джету. Она абсолютно новая, вот просто вся, видите, еще на целлофанах, пакетах и вообще все, что как бы здесь вы видите. Это комплектация SE, черная джета на черном салоне. В общем, вот такая вот машинка. У нее на спидометре еще ноль, значит, здесь у нас есть климат-контроль. Сколько у нас проехала машина, мы с вами видим, что еще пока нисколько. А это ноль, правда, миль в час. В общем, абсолютно новый автомобиль в очень неплохой комплектации. Все, что необходимо, есть. Есть климат-контроль, есть маленький, но экран. Вот так вот он включается. Все, в принципе, небольшое, но самое главное, это что нам одобрили кредит. И я покажу просто вам цену сейчас, потому что уже ждут машину забирать на мойку и очистку. Значит, цена 26,019. Нам сделали скидку до 25 тысяч с копейками. И в итоге мы забрали эту машину 25 тысяч. Значит, это у нас Nissan Jetta 22 года. Полтора SE, полтора 1.5, турбо, четыре цилиндра, фронт-вилд-драйв, соответственно, передний привод. И, в общем, вот ее все эти. Полный обзор, ребят, я вам запишу. Уже чуть-чуть попозже. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, сейчас вот ее забирает на мойку. Теперь об условиях. То есть машину обзор будет отдельно. Об условиях, которые нам достались. Я считаю, что офигенные условия. Потому что изначально, чтобы вы понимали, очень дорогие кредиты для первых новоприбывших. Без истории, без работы, без подтверждения справки о доходах и так далее. Без всей этой фигни. Очень сложно взять. И ценники выкатывали конские. 24% с лишним. 24,75. Нам вы, то есть, прощите, 25% годовых выкатили. И, в общем, долго мы тут сидели. И в итоге банк нам одобрил с даунпейментом, с первоначальным взносом в 5 тысяч долларов. Без каких-либо справок, подтверждений и так далее. Под 17% годовых платеж получается на 72 месяца в районе 620 долларов. Ну, а дальше пошли дела со страховкой. В общем, постольку, поскольку, чтобы вы понимали, сюда Антон приехал не из Украины, хотя он сам из Украины, из Донецка. Он приехал, он уже в течение последних, по-моему, двух или трех лет работал в Германии трак-драйвером. И, соответственно, он уже опытный трак-драйвер. Сюда же он приехал тоже с этим же посылом. И, соответственно, он уже имел опыт. Но при этом страховку, к сожалению, вот это вот его наработки, как опытного водителя, они сюда никак не сказались, к сожалению. И нам выкатили 270 долларов за страховку. Это была компания Гайка. В итоге мы там попробовали прогрессив, и прогрессив нам дал 195 долларов. И мы получили 195 долларов. Итого, его текущий платеж 600, там, по-моему, 630, что-то такое. И плюс, соответственно, 200 долларов. Страховка составит примерно 800 долларов, там, 800 с копейками в месяц за страховку плюс машина. Но страховка подешевеет через 6 месяцев, и кредит подешевеет через 6 месяцев. И его вот эта вот кредитная составляющая, я думаю, пойдет где-то до 400 долларов через 6 месяцев. Но пока, к сожалению, так, потому что мы здесь впервые, когда люди приезжают, очень сложно взять хороший кредит. Даже несмотря на то, что люди, в принципе, держатели грин-карт, и никак по-другому вот они здесь делать не получается зачастую. У кого есть решения или какие-то комменты на эту тему, пишите. Может быть, мы просто чего-то не знали, но смогли, что смогли, то сделали. Ну, и того, у нас, собственно говоря, Антон сегодня вот сейчас он сидит там внутри, подписывает документы. И я думаю, что сегодня уже станет счастливым обладателем первого абсолютно нового, купленного за 25, там, по-моему, 25 600 или 25 800 автомобиля Volkswagen Jetta. Вы видели весь целлофани. Мне кажется, супер предложение с даунпойментом в 5000, без единой справки, под даже конские 17 процентов. Но все равно это большая удача, потому что, ну, редко кому дешевле одобряли на моей памяти, а уж много народу прошло. Кстати, вот стоит ID4, но, кстати, без цены. А, нет, дарите, нет, 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 нет цены, к сожалению, ID4. рассматривали вариант мы был такой вот типа как таус например и он посмотрите то есть имеет вот такую вот цену 29 900 то есть принципе 30 тысяч долларов но уже сильно выбивались из бюджета потому что я покажу полностью распечатку по цене что и как получилось вот вы видели price ценник и сейчас я сейчас вам покажу бумажку надеюсь там сохранил все менеджеры не забрал так ребята в общем мы вот такой вот у нас получился расчет вот стоимость машины 25 706 800 баксов этого сейчас то что они делают очистку могли бы сделать сами но это невозможно соответственно 1600 налог тайтал и все это короче дело 657 вот такая вот 28 900 получилось машина и вот получается платеж 624 доллара все вот такая инфа так ребята всем теперь уже привет из следующего дня в общем решил завершить ролик счастливый обладатель автомобиля хотел сказать вас 21 на самом деле счастливый обладатель автомобиля volkswagen jetta вот такой вот красавец вы видели еще все упаковки а это уже полностью очищены уже на номерах колер каунте наш аккаунте в общем специально приехал антон чтобы заснять эту машину давайте ребят прокатимся я можно я прокачусь чуть-чуть у тебя за рулем я честно говоря на джетте не ездил мне любезно антон я думаю даст прокатиться андрей садись назад и мы с вами прокатимся ну что скажите что расскажешь про эту машину это какой у нас двигатель то я что-то уже не помню я вчера там показывал номерах подписчики уже знать смеялся потому что я не знаю оба на вот так ночью бесключевой доступ ребят а вот такой вот диджитал дисплей вот так это выглядит это соответственно наверное легко в метрическую систему до переводится видишь кнопочка где авиа а это это его понял это значит я нажимаю на view и у меня различные варианты то есть это вот такой спидометр это даже до спидометр а справа что он еще дублирует скорость до показы твоего спидометра есть вот такой вот это тахометр и так понимаю до обороты мы стоим смотрим и справа опять и вот такое вот диджитал дисплей справа у нас заправка слева соответственно просто температуру масла да ну давайте мы пристегнемся и прокатимся на новый джет значит настое 10 климат-контроль классический можем нажать авто он двухзонный кстати а за действием и контроль нет нет сзади нету но машина небольшая поэтому принципе должно хватить легко за глаза у нас здесь вот такая есть полочка для ключей есть электронный ручник пользовался наверно уже да вот удобно очень штука принципе уже кстати работает часто как автохол есть автосвет я смотрю что выстрел на автоматически загорается и здесь у нас управление датчик дождя не знаю есть нет старт-стоп да функция кстати у тебя есть если ты знаешь да что у тебя есть здесь программировать то есть твой брелок больше тебе не нужно ты сможешь запрограммировать кнопку и будешь открывать слышала зоны только на ворота шлагбаум не факт но не факт но это зависит от того когда все стоит надо проверять смотреть так здесь у нас менюшка ты уже подключил чего-нибудь такой тебе закачали volkswagen телефон телефон пока только ну давайте посмотрим у нас здесь у нас здесь значит об автомобиле ну вот мы с вами видим сейчас пока пока соответственно пробег всего 25 миллион всего такое есть я так понимаю больше где у нас здесь пробег давайте посмотрим у нас тут view не вижу я где у нас пробег посмотреть пока температура просто показывает так здесь у нас что еще с вами какие есть опции а ну вот здесь в окошке можно установить всевозможные всевозможные настройки короче говоря так здесь это только возврат в окошко кстати обратить внимание у него есть адаптивный круиз-контроль с удержанием полосы чек-селектор позишн да то есть это удивительно но получается что я могу выставить кстати первый раз и на фольксваге вижу удержание полосы это круто ребята потому что на моем даже с и который катас есть адаптивный круиз с расстоянием до встречи автомобиля но нету удержания полосы то есть для этого автомобиля это просто вы не ну я понимаю что многие сейчас кто не в сша они не понимают зачем это этот редко люди пользуются и я пользуюсь мир постоянно это очень удобно так ну в общем здесь у нас с вами экран 28 машина пока еще совсем ничего но 340 миль показывает на заправке так давайте посмотрим что у нас еще apple connect это в общем мы можем здесь подключить телефон и надо посмотреть где то есть должна быть функция my volkswagen для того чтобы можно было машиной ну не управлять а скажем так и и контролировать через приложение это обязательно есть я думаю сейчас мы разберемся и настроим ну понятно что apple car play android auto все это есть соответственно телефон вот телефон сейчас будет подключаться мы не будем мешать потому что сейчас он разговаривает по телефону так медиа это здесь не знаю зачем то sd card здесь нужно расскажите кто в курсе зачем тут sd card ну а так в общем то все все тоже самое вот отсюда можно соответственно синхронизировать если надо ну и две зоны 73 сейчас выставлено вот такая в общем машина здесь у нас новые документы и у нас напоминаю что вдруг пропустил что вот вам получается прайс на машину 26 00 19 нам при этом сделали скидку там 25 800 по моему что-то в этом районе вот посмотрите что нам добавили 24 095 389 это специальный как бы пакет карнет это как раз таки вот это вот то что нотификацию и так далее это управление с приложения очень классная функция я сейчас буду объяснять антону как ей пользоваться генерированные зеркала 345 коврики 275 и при пейт мэнтонс до 30 тысяч миль 165 долларов 105 аптечку короче еще продали вот такая вот фишка все ну что давайте прокатимся сейчас мы дождемся антона и прокатимся вот и действующим неинтересно вот зеркала правое кресло нет правое кресло механически управляется то volkswagen экономит в этих вопросах он не ставит сюда электро и посмотрите салаты только мини юсб то есть юсб классический уже volkswagen тоже не ставит ну по крайней мере на американский вода не знаю как у вас открытие багажника отсюда и открытие бензобака две кнопки тоже с подогревом электро зеркала и электростеклоподъемки на всех четырех зеркалах понятно это нормально ну и все-таки новые ребята машины есть новая машина это конечно очень очень специфическое такое все равно чувство по поводу нового автомобиля все поехали посмотрим теперь это простят меня подписчики как обычно я забыл показать вам двигатель на давайте я все-таки покажу что это это полутора литровый двигатель четырехцилиндровый обыкновенный и восьмиступенчатый автомат тип троник вот такая вот вот такая вот силовая установка на этом автомобиле и кто желает заглянуть скажем так под капот давайте я вам сейчас покажу мне машина про заведена она стала сигнализировать вот и соответственно давайте глянем под капот кому прям не иметься заглянуть многие на эту тему не спрашивают какой тяжелю чего не капот ребята капец просто он не подъемный и соответственно вот такой вот двигатель вот он полторашечка все все в общем как положено нифига себе ребята капот неподъемный просто жесть фары светодиодные нету туманок в этой версии обратите внимание но у него по моему если не ошибаюсь это посмотрю включается я принудительный включу у него включается поворотный у всех volkswagen of есть поворотные дополнительные фары но вот видите вот видно что это светодиоды они моргают якобы на самом деле они светятся постоянно красивый на самом деле вид ну что мне кажется супер просто вот просто супер ладно давайте прокатимся посмотрим дернул я за багажник соответственно вот что у нас еще вошло в эту цену как вы видели это agonizer в багажник выставляет сейчас я ему тоже покажу как как им можно пользоваться ну и вот это вот road assist и там же аптечка вот что мы имеем на здесь есть блок для того чтобы прикурить перчатки видите там целый вот набор инструментов фонарик знак и вот такая вот аптечка все это у нас просто сюда она на липучке все это лепится на вот этого поверхности а вот он сам agonizer он также таким же образом вот так вот можно организовать свое пространство сейчас я то есть это все у нас в эту стоимость также входило естественно камера заднего вида кстати с очень хорошим разрешением вот так вот выглядит автомобиль сзади кстати светодиодная обратите внимание подсветка задних фонарей нет это стоит нет значка что это intelligent white но тем не менее она светодиодная очень красиво смотрится светодиоды как всегда они имеют свойство такого моргания на видеозаписи поэтому легко распознать что это именно светодиоды здесь еще мне кажется добавить тонировки будет просто просто улет я искренне поздравляю антона с этой замечательной совершенно покупкой я принимал активное участие помог ему подобрать выбрать вот это все из множества возможных вариантов но при этом самый эффективный мне кажется мы нашли вот как то так что либо давайте в общем прокатимся попробуем автомобиль так у меня сейчас как раз надо переключить на автосвет и здесь отпустить ручник чтоб поехать ну что ну давайте проедемся попробуем как его как приемность достаточно да здесь есть спорт режим антон не пояснил но самое главное не интересует не столько спорт режим сколько вот этот вот опция адаптивного круиза с удержанием полосы которая для меня лично очень важно я постоянно пользуюсь что в дороге не уставала нога не уставал сам по себе это как бы мне кажется что это прям супер очень хороший руль приятный я на самом деле ну все знают что уже владество volkswagen двух аж я являюсь в принципе я категорически за эту марку потому что соотношение цены-качество самый оптимальный плюс самое главное для приезжих это еще программа для нас для всех программа поддержки программа поддержки в принципе классная volkswagen шикарная кстати шумоизоляция для опять-таки для машины такого класса очень даже и мне кажется очень комфортно на этом автомобиле ехать лежачий полицейский очень мягенько проходит он так прям приятная подвеска хорошая я не знаю мне кажется они наверное ну я слышал что европейские варианты иногда делаются с адаптацией под там допустим для машины в россии например до адаптируется всегда здесь вот я не могу сказать на сто процентов если какие-то специальные настройки но мне кажется это очень 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 хорошо едет короче машина и конечно охота все он стал искать полосу тут же причем на маленькой скорости обычно это может работать там на 30 мая а тут я буквально немного да вот уже сработал круиз как он держится конечно надо смотреть на на полосу ну на на хайвей в общем ребят зачет машина нравится особенно мы говорим с вами про первый автомобиль в сша с 1 вот некоторые говорят кредитной истории нет что я могу взять и так далее вот вам ответ на ваш вопрос что можно взять вот например такой автомобиль да вы видели по видео посмотрите внимательно особенно те кто сейчас сша приехал и приезжает или как бы еще вот вот такие опции есть и как мы заходили салоне где нам говорили что нет вообще не дают скидь салонах просили огромный да он прям этом итоге мы все равно нашли салон и взяли абсолютно классный автомобиль за абсолютно адекватные деньги которые в принципе мне кажется он точно свои денег стоит соответственно страховка плюс платеж я уже говорю получилось 820 долларов в месяц что принципе не так уж и плохо и можно себе позволить работаю скажем так уже на какой-то работе например зарабатываю нам даже там не знаю 45 тысяч долларов не говоря уже от раковом бизнесе или каком-то еще вот такая очень сегодня ребят история поздравляйте и души антона мне кажется очень очень хороший выбор очень классный автомобиль но будет служить все пока пока